Ты работал врачом в больницах Рафаха. Расскажи нам историю испытания и историю стойкости из того, что ты увидел. Я расскажу о последней ночи, которую провел в Гази, в том месте, где работал. На следующий день я должен был уезжать. Как я говорил, мое место работы было близко от Хан Юниса. Поэтому к нам привозили много раненых с Хан Юниса. В принципе, весь сектор маленький, все близко. Но сейчас проблема в перекрытии дорог. Нам привезли раненую девочку 12-13 лет. Привезли ее во вторник. Однако она не могла до нас добраться еще с субботы. Девочка была под завалами субботу, воскресенье и понедельник. А во вторник ее к нам привезли. Я расскажу тебе историю в подробностях. Израильтяне зашли в район Хан Юниса, где жила эта девочка. Замечу, что историю я передаю со слов девочки. Она говорит, мы с мамой, папой, братом и сестрой были дома. Были слышны перестрелки. И вдруг мы услышали кричащий голос. Освобождайте здание. Эвакуация. Эвакуация. И вот мы начали выходить. И вдруг увидели, как дверь дома открывается. Зашли военные и открыли огонь на всех нас, кто в доме. Отец машинально взял эту девочку с ее сестрой и понес их в комнату. А мама взяла двух остальных детей и понесла в другое место, в туалет, и укрыла их там. Стреляли во всех. И все получили ранения, кроме этой девочки. Она рассказывает, что ранения мамы, папы и сестры, которая была с ней, были не смертельные. После того, как военные выстрелили в них, они вышли из дома и велели разбомбить дом вместе с находящимися в нем людьми. Видишь? Это, кстати, их обычай. Люди не узнают об этом из СМИ. Однако мы знаем это, потому что к нам привозили много людей, выживших после так называемой эвакуации. Они вначале стреляют в них, а потом разрушают здание вместе с ними. Зачем? Субханаллах! Девочка дальше говорит, мы услышали, освобождайте здание. И как только мы начали выходить... Очевидно, что эвакуация это просто фикция. Дело было так, наш любимый шейх. Ранения отца были не смертельными. Отец взял в объятия девочку и ее сестру. А мама, брат и другая сестра были в другой комнате. Отец девочки и ее сестра были ранены. И в таком положении они разрушили их дом. Девочка говорит, до разрушения дома мы еще слышали голос мамы. А после мы слышали только вздохи. Отец был ранен, но еще был жив и обнимал меня. А что касается моей сестры, то я уже ничего от нее не слышала. Я спросил у нее, а как ты осталась не раненой? Она ответила, папа закрыл меня своей спиной, грудью и защитил меня от ранений. Кровь папы текла на меня до тех пор, пока он не умер утром следующего дня. Представьте себе, и в таком состоянии отец пытался успокаивать дочь. Девочка продолжает, я слышала голос мамы из той комнаты. Она говорила, клянусь Аллахом, я вас не оставлю. Не оставлю. Вы мои дети. Моя семья. Мы останемся вместе. Мы вместе отправимся в рай. Субхана Аллах. Это душераздирающая сцена. Это история испытания, о которой ты спросил. Папа был с ней. После того, как ее отец, мать, сестра и брат пали шахидами, как мы считаем, а Аллах знает лучше, после этого девочка заметила телефон в кармане отца и смогла отправить сообщение дяде, говоря, что она в доме. Тогда ее дядя попытался договориться через ООН, чтобы его пропустили к дому. В общем, каким-то образом через два-три дня пришел ответ, и ее вытащили и привезли к нам, где в итоге она нам рассказала эту историю. Субхана Аллах. Ее ранение не было серьезным. Было легкое ранение. Но стали шахидами ее мать, обе сестры, брат и отец. Теперь историю мы слышим от самой девочки. Представь себе эту ситуацию. Мы, как медперсонал, принимаем ее туда, где мы, врачи, находимся, проверяем ее состояние, занимаемся ею, и там же слышим от нее эту историю. Что ей сказать в такой ситуации? Как ее утешить? В тот момент испытание было у меня. Одна из медсестер говорит мне. Доктор, давайте как-то утешим эту девочку. А что я ей скажу? Что я могу сказать в такой ситуации? Что мне говорить? Я сказал ей. Доченька, если бы мы считали, что наша нынешняя жизнь – это единственная жизнь, то я бы сказал, что твоя потеря огромна, однако наша надежда на Аллаха велика. Все именно так, как сказала твоя мама. Истинная жизнь – это другая жизнь, вечная, в которой твои родные оказались раньше нас. Любой ожидает, что ребенок 12-13 лет после трех дней голода и жажды будет абсолютно подавленным. Однако смотри, Субханаллах, как она ответила. Сейчас мы с тобой поговорим об истории стойкости. Мы рассказали историю испытания, а теперь расскажем историю стойкости и спокойствия. Это та же самая девочка. И каждый день жители Газзы учат нас этому. Она сказала, доктор, последнее, что мне сказала мама, или точнее, она сказала, последнее, что я услышал от нее, потому что был слышен только ее голос. Девочка говорит, мама читала аят. Когда их постигает беда, они говорят, воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся. Это был последний аят, который девочка услышала от мамы. Свят Аллах. Мы хотим их утешить, однако стойкость исходит от них самих. Девочка сказала мне, душа покинула тело мамы в то время, как она читала слова Аллаха. Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok